всем привет мы с вами снова на даче так вот как клематис разросся вот этот офигенно красивый он уже на бутонах весь зацветет я вот тут ему такие сделала подвязочки потому что он уже знаете уже прям вот на тропинку к нам свисал мы думаем его вот так вот как бы направить прям на крышу дома с сестрой подумали думаю надо что-то нам предпринять так калину я обработала искрой очень хорошо помогло потому что конечно муравьи натаскали у нас тлю сюда и благополучно лопали все эти значит нектар который для выделяет смотрите мы обработали таким ловчим поясом такой жидкий клей продается натуральный состав вот и сейчас мы просто напросто смотрите ни одной букашки не ползает по дереву очень эффективно то есть мало обработать от ли нужно обязательно именно вот этот источник попадания тлина дерево убрать то есть все муравьи у нас не ползают здесь тлю не носят так хризантем очка тоже отошла все тоже была тлей покрыта вот видите они вон все мертвые к после обработки жду большого дождя чтобы все это смылось так ребята смотрите что у нас зацвело мама дорогая черные наши ирисы посмотрите какая красота даже вот смотрите сломались два цветоноса сейчас я их обрежу поставлю в вазу потому что очень очень толстые очень мощные цветы на на цветоносах вот но мы его называем наш черный ирис с сестренкой конечно такой он очень красивый распудись распускается только-только вот здесь уже вот он раствор расцвел большой куст делили мы его в том году он прям ползет 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 очень много и цветочков на нем в этом году поменьше потому что но я говорила что мы делили его в том году сестренка и выделила так мощный красивый поближе сниму конечно ирисы это что-то какое-то вы знаете такое переплетение листьев лепестков смотрите какая у него губа покрытая такими ворсинками красота так пойдемте дальше я вам покажу что у нас дальше зацвело вот тут у нас лучок хорошо себя благополучно чувствует так пошел тоже у нас тут один кустик винограда мы оставили в палисаднике потому что он опять-таки это лидия очень ароматный вкусный тот который в огороде у нас так вот остельба остельба да костики разрастаются пока бутончиков я не вижу вон они пошли маленькие стрелочки сейчас я вам приближу скоро будет зацветать красиво вы знаете вот эта остельба она очень прекрасно стоит в метелочках именно зимний зимний такой букет можно сделать он подсыхает хорошо его можно лаком обработать для волос и он замечательно стоит не сыпется вообще прекрасно так вот не показала вам все ходила около ландышей думаю надо мне вам обязательно показать как они цвели какой там стоял аромат мне мой сынуля сказал мам говорит ну не один вот химический аромат да как говорят там ландыш и запах ландышей он не повторит вот этого великолепия натурального аромата цветка ребята ну вот смотрите я вам показываю наш клематис которому два с половиной года вот который я отсвела вы знаете отличительная особенностью этого клематиса а беленького он беленький но у него вы знаете такой какой-то какой-то еле-еле уловимый розовый оттеночек еле-еле когда я привозила его от свекрови у нее как-то вот он сидит под большой яблоней ему как-то не очень нравится у нее мелковаты цветочки а вот у нас когда я привезла ему очень понравилась вот это вот посадка в палисаднике посмотрите вот он вот он как растет туда вниз устремился ему надо наверное знаете нарастить вот эти подпорочки дальше вверх вот я наверное наращу бамбуковой палки я ему ставила вот чтобы он дальше высоту у нас шел можно даже какую-то арку и на наверное я ему приспособлю может быть поеду куплю какую-то арочку может бамбук вы может быть железную но красота опять-таки перескочила с темы отличительной особенностью этого клематиса является то что он цветет до самых заморозков ребят вот хотите верьте хотите нет буду вам дачу показывать прям вот одна вот только он затвел я вам показываю да я вам покажу вот в течение лета он все время цветет вот тот клематис который большой огромный он вроде как вот отцвел там сколько он недельки 3 до цветет 4 и все и потом он уже не цветет просто стоит вот красивый куст но этот цветет постоянно вот такой клематис так вот это пион у нас все видите бутоны выпустил все я видела в некоторых регионах уже даже пион чеки цветут но у нас пока нет сейчас мы пойдем еще в город посмотрим пионы может быть они там уже начали зацветать вот я вам с другой стороны клематисы видите повернулся к солнышку и да все клематисы я уже заметила они поворачиваются именно к солнцу кустик разворачивают свой вот он видите вот он отвернулся туда красота конечно красота так малинка у нас тут это дикое мы ее будем убирать вот они начинают распускаться вот он огромный куст пиона который надо делить надо его обязательно будет поделить вот муравей ползают по нему вот паршивцы ну правильно они же тут пенчики распускаются нектар выделяется они сладкие пионы и муравьи муравьев много ну смотрите бутонов много да вот он и он будет свистеть 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 очень красиво все так вот этот опять таки у нас тут крыжовничек не очень ему тут светло хорошо я думаю может быть как-нибудь куда-нибудь потом пересадим его так мелиса вся прекрасный чай завариваем пьем очень прекрасная ароматная травка до сочетание мятного и лимонного вкуса такой с кислиночка это лимит мелиса так ну все ребят пойдемте сейчас с вами в огород покажу вам что у меня там происходит так пришли мы в огород вот у нас клумба вот это который с многолетниками и вот в кастрюлях у нас все пошли в рост петуньи прекрасно вот они ярко-ярко неоновая такая розовая петуньи очень мне понравилось все я ее посадила она начала она прям активно пошла в рост реально про прям круто так вот эта красненькая здесь вы знаете я вот заметила вот это немножко в тени клематиса ей как-то получше а вот это она ей может быть жарковато тут или что ладно посмотрим это другой сорт так вот клумба однолетников ну я вам показывала до бархатцы шар желтый красный я просто вам показываю на какой стадии сейчас все у нас находится красные красная петунья и вот это вот неоновая такая красивая розовая петунья по округу я вам еще вот это же нас лавандочка сестренка посадила прекрасно она пошла и я люблю так приехать вот так вот потрогать ее как она пахнет начинает так там у нас хорошо пошел в рост пошла хосточка так вот ведь вот ромашечка вот эта желтая ей прям жарковато солнышко светит очень активное солнце вот у нас виноград уже смотрите он вот образовал эти значит виноградинке кисточки виноградов вот они я вам рассказывала он очень вкусный очень ароматный вот мы прям приезжаем когда он видите как резко пошел в рост вроде показывала недавно вам дачу он был маленький а тут уже он кисти образовал именно виноградные кисточки так далее огурцы у нас все повзошли практически какие-то может быть буду пересаживать вот но в основном все повзошли все хорошо пока стаканчики не убираю вчера сестренка убрала вот с кабачков баночки которые значит под которой мы сажали прям семенами я вам рассказывала так так и здесь мы убрали все вот смотрите как чувствует себя ягодка клубничка до виктория замульчированная видите как хорошо то есть вот эти вот стебелечки на которых она располагаются ягодки они прям ложатся когда тяжело уже ягодки держать когда много ягод на кусту они прям ложатся на мульчу прекрасно грязи нету все замечательно так убрали вчера так вот там у нас в листья салата разные варианты и рукола крайняя там вот находится сидит так прям показываем вам очередное так ветер дует думаю микрофон как бы мне тут не раздуло вчера убрали значит акрил тепличку временную смотрите как под ней помидоры за 10 дней они пошли активно очень активно вот и вы знаете приехали вчера посадить все оставшиеся помидоры ну ё-моё как нас ливень тут шуганул мы тут бегали собирали по огороду все мокрые все это вот сестренка успела помидорчики посадить а я вот амперчик ну хорошо смотрите хорошо пошел хорошо замечательно я вы знаете стараюсь почаще садить перец почаще в плане частая посадка такая вот рядышком растения друг другу вот потому что у нас нужно чтобы он друг друга притенял перчик всегда сажу два в лунку ведь оборозку сделала и убежала от дождя просто-напросто нас так спугнул вчера ливень ну а у нас вы знаете чернозем все если у нас пройдет даже 20 минутный дождь у нас просто сюда не зайти все что вся вот эта поверхностная земля тогда за ногами волочится невозможно но вот понимаете прелесть чернозема в том что конечно очень все плодородная земля плодородная все хорошо и благополучно растет ребята ну все смотрите вот они ирисы вот этот офигенный ирис голубой ребят мне сестренка прислала фотографию сотрудницу которую она брала вот этот росточек ириса какой же он красивый вы не представляете зацветет я вам покажу но вот он угадывается уже он сейчас ярко такой синенький потом он становится голубоватый такой оттенок так цветет персиковый ирис вот он смотрите какая красота и желтый ирис вот они такие красавцы невероятные красиво так пойдемте я вам сейчас я вам клематис вот так сниму с этой стороны он повернут вот оказался повернут в эту сторону потому что к солнышку я вам рассказывала они все кусты поворачивают к солнышку но это у нас такая вот травка для составления букетов никто тут букета у нас не составляет но она как растет мама посадила и вот у нас смотрите как лилии пошли две мощные лилии смотрите сколько будет бутонов они уже готовы да сколько цветов будет она очень красиво цветет она белая с такими прожилками в темно бордовыми это что-то невероятное и новая луковка вон она видите тоже разрослась там видно луковица дала новый побег и новая растюха идет так пойдемте сейчас я вам покажу еще у меня есть анимона японская я вам ее не показывала тоже я привезла и и от свекрови вот и она у нас она очень красиво цветет и опять таки куст отличается очень таким длительным цветением сейчас я вот так подальше вот так возьму вам вы знаете и офигенно она разрастается я привезла маленький-маленький костик вот как-то год она у меня была не в таком не в активном росте она цвела ну не сильно побеги не давала а тупо надавала новых побегов смотрите сколько вот они прям сторону он все по ушли я вот сажала буквально в центре маленький росточек и и все она очень хорошо разрастается вот вот такая анимона японская опять-таки все буду вам показать как она будет свистеть и вот он белый пион обалденный красивый конечно я понимаю что тут ему тесновато потому что тут у нас как техническая такая зона мы сюда всякие сваливаем вот такие вот да на на дровишки мы делаем деревяшки собираем там валили старую яблоню и как раз все сюда вот так позакидывали хочу я его пересадить но опять-таки не знаю ведь аж куда бутон гляньте в сетку пророс теперь ой-ой-ой мама дорогая он прям уже все там теперь вот либо протолкнуть нужно наверное все не буду я его трогать в этом году он хорошо разросся сейчас я наверно подвяжу его маленько потому что не выдержит он будут очень большие видите какие бутоны большие цветы будут и еще один у нас есть так у нас тут щавель надо его срезать мама все время щавель заготавливает на зиму в баночке очень мы любим щавелевые супчики кушать так и вот он еще это видимо тоже сестренка садила я не знаю откуда она таскает все вот она посадила говорит или давай куда-нибудь я говорю ну давай он там в той тропинке около дороги около ягодок ну вот засунула она его сюда я как-то даже не ожидала что он пойдет в рост вон все прекрасно три бутончика сорганизовались процветет удивит нас покажет какой он красивый значит не зря посадили так все чесночок у нас прекрасно себя чувствует вышка стоит помогает нам с поливом домик наш старенький стоит вот редиску надо конечно поливать не часто у меня сейчас получается суда в том году вы знаете я тут вообще и днем и ночью была а в этом году у меня конечно еще работа по каналу значит подключилась и я просто уже не успеваю тут каждый день все делать ну как получается еще клумбочку вам теперь с этой позиции покажу там банки вчера сняли быстро-быстро на на дожде бегали банки снимали сейчас надо уборку делать я столько зашла на дачу сразу за камеру чтобы вам все показывать вы спросили показывать я вам показываю сосед что-то шумит ну вот и помидорки еще раз прям такие мощные хорошенькие очень хорошо под акрилом пошли так ну вот показала вам что у нас на огороде происходит в полисадничке вишенка вся вот она стоит в вишнях мама посмотрела говорит как говорит интересно у нас дача выглядит она уже просто взрослая у меня мамочка очень и тяжеловато уже сюда приезжать она говорит я хоть говорит посмотрю на дачу на нашу грец твоих видео я грида мамусь давай смотри вот вот такой вот на такой вот позитивной нотке вот такой вот именно сезонной красоте которая по сезону у нас только начинает расти и цвести вот я буду заканчивать сегодняшний дач на удачный влог всего доброго желаю вам здоровья благополучия и всем пока пока